Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, сегодня у нас с вами получается девятый ум Вот видите, ум лежит вот этот у Тут огласовок нету и вот это мим Голова это как мим Хорошо, это подсказка была Сегодня у нас с вами девятый урок из серии Таджвид с букв Вернее, не с букв, а Таджвид Начальный уровень до Рамадана Мы начали с букв, повторять немножко, да, поэтому у меня так все с букв Вот Да, ум это, да, мать Вот И иншаллах, кто с нами впервые сможет предыдущие уроки просмотреть, да, то есть у вас будет такая возможность по суке с шапки профиля на ютуб, инстаграме или там отдельный пост про это есть в фейсбуке Ну, и в ютубе эти уроки, записи я выставляла Вот Если кто уже был с нами, да, то уже проходили те темы, которые мы прошли И если у кого-то возникли вопросы по предыдущим темам, можете их задать, да, можете задать Если такие вопросы будут, я на них отвечу Вот Иншаллах Мы на прошлом уроке, да, так Говорили о Танвинах Да, о тех формах Танвинов, которые приходят в Коране Как они нам помогают На что указывают, да, то есть чтобы Это облегчило вам чтение Корана уже начиная с таких самых-самых начальных уровней, да, потому что Ну, понятно, что каждую тему можно более глубоко, обширно Ну, максимально, насколько это можно, самое такое Самое важное я пытаюсь вам сообщить уже с самого начала Но, как бы, про каждую тему, поверьте, можно говорить долго и долго И сестры, кто там и уже там дальше учатся, да, то знают про это Что углубляться можно долго в любую тему, как и в любом, в принципе, предмете Но нас интересует Такой вот максимально, да, быстро Вот основу получить, чтобы вы могли Уже начиная Ну, уже прямо сейчас, да, читать уже что-то Потому что, по сути, мы с вами даже Несмотря на то, что взяли только 8 уроков Но это уже Ну, как бы, такая вот база На основе которой, в принципе, если вы все эти моменты учтете Уже можно практически Ну, понятно, что Трудно это все быстро отшлифовать Потому что требуется, чтобы учитель Как бы вас контролировал Но вот уже база, к чему стремиться У вас уже есть достаточная То есть уже даже если вы это все сделаете Все отработаете, все, что было сказано до этого Это будет уже, ваше чтение будет, ну, очень хорошее Да, а те какие-то моменты, углубления, там, еще что-то Конечно, это в дальнейшем уже Продолжим Уже сестры собрались, кто собрался Иншалла Вопросов я не заметила Наверное, все все знают Вопросов нету Вот На вопрос, может, кто-то писал в Инстаграм Я очень извиняюсь Но как-то мне Очень Трудно пока на этой неделе Что-то дается Следить за Инстаграмом Потому что Видимо, коронавирус Как-то влияет Дома что-то все активизировались И никак Ну, нету времени много на это Но, аль-хамдулла, вот с вами проводим эфир Поэтому приступим Есть вопрос в письменном Инстаграм Я не вижу Если вы писали в личку, можете тут продублировать, да, сестра, вот в Фейсбуке пишите Я его прочитаю Я, потому что сейчас не могу посмотреть, где там вопрос Много кто писал Вот так Хорошо, пока месяц, если будет вопрос Сегодня мы начнем с вами тему моды То есть это удлинение в Коране Как вы заметили Когда слушаете Коран Да, мы слышим, как чтец тянет Это придает чтению особое такое звучание, да, отличное от других Да, то есть простого, допустим, даже арабского языка Вот Поэтому Это важная тема Но, тем не менее, некоторые, к сожалению, ложно считают, что они, ну, как песню, допустим, на какую-то мелодию могут положить Так и в Коране могут читать, вот где им захотелось потянуть, там они тянут Да, слышат, что чтец тянет Ну, наверное, он тянет, вот как Как вот душа пойдет, да, вот так Нет, на самом деле есть определенные правила, да, когда что-то вообще можно потянуть Какой длины это тянется, если это можно потянуть Или это один вариант, или это несколько вариантов Причины какие есть на то, что тянется та или иная буква, да, более чем в обычном чтении В тех случаях или случаи тоже, когда Ну, вот, так как в нашем таком экспресс-курсе мы затрагиваем последние суры, да, суры Тальфатья Поэтому будем основываться на тех маддах, которые здесь приходят Хотя, в принципе, ну, это, наверное, все так же мадды мы упомянем, но просто в таком стислом формате, иншалу Хорошо, сейчас у меня тут такая картина, наблюдая, скажу, отвлекусь Тут у меня через стекло Амира, и она весь банан мне по стеклу размазала Ну, главное, что тихо сидит, поэтому я как-то пытаюсь на это не обращать внимания Вот Так, значит, мадды У нас есть удлинение Есть удлинение, которые... То есть мадды — это удлинение, да? Мад — это протяжность, да? Ну, там, в эти всякие термины мы будем углубляться Но когда мы с вами говорили про долгие буквы, помните, мы говорили это Хрофульмэд, да? Хрофульмэд, то есть те буквы, которые мы могли... Они, во-первых, долгие в чтении, и их, в принципе, можно протянуть То есть они склонны к тому, чтобы их протянуть, ну, как мы там хотим протянуть, да? Но в отличие от каких-то других случаев, когда люди, в принципе, могут тянуть там какие-то звуки Или, ну, не знаю, там, наносить, допустим, петь Или еще что-то там просто говорят, например, хотели что-то потянуть, да? На что-то акцентировать Там могут не быть ограничения определенные, да? Там в Коране, как я вам сказала Во-первых, кроме того, что определенный случай, когда, какие буквы, в каких ситуациях То еще есть ограничения, в принципе, максимума, насколько может тянуться та или иная буква И, в принципе, да, какие долгие буквы, максимумы могут тянуться, это в шесть харакат Ну, харакат, это, если мы берем долгий, обычный, за два, два счета Или гласовка, вот, когда мы букву со гласовкой говорим, например, бэ, тэ, пэ, это один харакат Когда долгий, бэ, тэ, это два Ну, и три раза получается вот таких долгих, это получается шесть Это тот максимум, который, в принципе, в чине Корана допустим Поэтому неверно считать, что сколько я хочу, пока у меня голос есть, я тяну там. Нет, есть лимит, это максимум, но это не означает, что мы, опять же, выбираем, когда нам тянуть и на сколько тянуть. Есть определенные правила, и мы им следуем. То есть максимум, если это мы говорим про долгую букву, это 6, которые могут встречаться, минимум это 2. У нас Мадды делятся на такие, которые тянутся только 2 Харагата, в ситуациях определенных про них скажем. Есть такие, которые тянутся в 2, 4 или 6, то есть на выбор. Также 4 и 5 Харагат, это Мадды, или 4 или 5, про это тоже скажем. И Мадды, которые читаются только 6 Харагат. То есть у нас такие вот классификации Маддов встречаются. И каждый из них, или каждый из этих групп, мы с вами рассмотрим. Бизмилля. Первый это Маддут Табиэ, это естественный Мадд, который, в принципе, и есть наш долгий Харф, да, то есть долго, когда мы учили Фатха, после нее Алиф. Уау, ну да, Уау с Сукуном, перед ней Бамма, да, то есть там после нее Уау с Сукуном, или Кестра и после нее Я с Сукуном, то есть это те вообще, в принципе, долгие буквы, которые в этих правилах встречаются. Да, то есть это те долгие буквы, которые в этих правилах встречаются. Еще там бывает у нас медли, но это отдельно будем говорить. В основе, да, долгие это вот эти буквы. И тянутся такой мед, да, обычный мед, он в основе при чтении тянется и при остановке, и при продолжении. То есть независимо, мы остановились на этот мед, или он в слове где-то там встретился, или мы соединили слово с последующим. В основе он у нас тянется в два хараката, да, то есть два хараката — это его основа. Но есть случаи васлирования, я не помню, мы с вами их упоминали, наверное, нет. Почему-то мне так кажется, что упоминали, но, видимо, нет. Это, может, не с вами упоминали. После него не должно приходить ни хамза и ни... Что? Я видела? Я сейчас не могу и говорю. Я тебя оставлю. Хорошо. Да, то есть после него не должна приходить хамза, в случае, если мы продолжаем. Потому что если там есть хамза, но вы останавливаетесь, то как бы она нас не волнует. Но если вы продолжаете, то хамза может стать причиной того, что вы протянете этот мед больше, чем у два хараката. Такой мед бывает и в середине, и в конце слова, да, в начале, ну, относительно в начале, потому что это, значит, уже вторая буква, как бы с первой сочетается, поэтому, ну, приходит или в середине, или в конце слова. То есть это, естественно, мед, долгий харф. Обязательно основа там такая, что после него нет ни сукона, после него нету хамзы. И тогда мы можем говорить вообще про этот мед. И этот, в принципе, долгий мед победа, да, или естественный мед, он идет как бы основой для любого меда. Но если есть какие-то другие моменты дополнительные, уже может хоком измениться. Значит, и помните, когда мы говорили с вами про суконы, то суконария говорит о том, что у нас там есть матабье, да, то есть там у нас, по сути, долгий харф. Но у вас в Коране еще такая будет, будет дополнительный знак с маддами связан, здесь в этой суре нету, такая волнистая линия. Когда она встретится, я вам еще про нее скажу. Но так как матабье, он тянется только в два хараката, поэтому ее вы не увидите над такой долгой. Например, вы видите вот мим, сфатхай, после нее алиф. Ма, да, то есть по сути и при остановке, и при продолжении у нас будет читаться это как ма. Поэтому мы можем сказать, что это матабье, естественный мат. Да, или, например, га, да, га, то же самое у нас. Ну, здесь вот с алифа много примеров. Или фи, но здесь есть особенность. Здесь вот как раз, по-моему, я вам там сказали, кроме васлирования. Отдельно там это скажу, но еще здесь акцентирую внимание, что если после долгого харфа приходит у вас хамзатальосы, то в этом случае, по-моему, я упоминала это, когда говорила про хамзатальосы, но еще раз скажу, если даже упоминала, то в этом случае у нас мат при васлировании, то есть при вот этой соединении с хамзатальосы, мат будет сокращаться до гласовки. То есть мы не будем читать фи, фи, лу, ка, да, то есть нет, так не будет. У нас будет фи, сразу на лям, фи, лу, ка, да. То есть у нас будет сокращаться мат в этом случае, вот мат фаби, хотя в других случаях будет соединяться и читаться, да, как, например, вот те примеры, да, которые я уже назвала. То есть это естественный мат тянцевдва харакат. С баммой, с кастрой, тут фи, вот ру, тоже с баммой, да, мы видим и с баммой, и с лау, и с фатхой, и с алифом, и с кастрой, и с я приходит такой мат. Далее, это первый мат, то есть у нас на самом деле, вот это основа, основной мат, это был мат фаби, но у нас есть так называемый мульхапад, как бы дополнительные последователи этого мат, да, то есть они будут тоже хоком выполнять такой же, как и мат фаби, то есть будут тянуться два хараката, поэтому мы его упоминаем здесь, но по сути они, ну, не все такие параметры этого мата будут соблюдать, поэтому они, его последователи, ну, идут в этой же категории сюда. Да, мы вносим, но чтобы вы понимали, что основа все-таки мат фаби. Мат дуэль айланд, он у нас, ну, так его назвала, как заменитель, чтобы вам было легче понять, и что же там нам делать. Мы с вами в основе вчера говорили про танвин, и в основе этого мат, да, именно танвин, нужно понимать, это танвин фатах, то есть танвин, тогда у нас две фатхи сверху, да, сюда входят. То есть в этом случае этот танвин, мы с вами учили что? Что танвин это ан, ун или ин, но танвин у нас был в случае, и вообще танвин, я вам упоминала, читается только в случае продолжения, то есть при остановке у нас танвин не читается, в принципе, он, мы останавливаемся на суккун, то есть получается буква, где есть огласовка, и суккуном встает, или если есть танвин, тоже встает суккуном, это основа огласовки, то есть есть разные варианты огласовки, но это как основной. И при этом, и при этом, и при этом, ой, прочитала комментарий, сбилась, значит, при этом, когда у нас приходит танвин фатах, танвин фатах, на, в конце, значит, на любой букве, кроме, кроме тамарбута, да, то есть тамарбута, который при остановке читается как ГГА, в этом случае танвин фатах будет заменяться на долгий алиф, на долгий алиф, то есть тут связано только с танвином фатах, то есть по сути этот танвин будет продолжать фатху, который там, да, и мы останавливаемся на алиф, а не на суккун этого харфа. Сейчас я вам покажу, это примеры вы поймете. И здесь какая еще особенность или разница с предыдущим, обычным мадом, который все время читается, что он, получается, только появляется у нас на остановке. Только при остановке мы, ну, вот это правило читаем таким образом, то есть вместо танвина, фатах, ан, да, мы при остановке читаем как А или там Ба, смотря над какой буквой этот танвин приходит. Зачастую подсказка у вас будет, ну, помимо в Коране вы увидите этот танвин, и после него часто, но не всегда, да, это очень важно, там не всегда стоит фатха в Коране, ой, не фатха, а не всегда стоит алиф, но чаще алиф там все-таки стоит, и вы должны понимать, что даже если там не стоит алиф, вы должны его прочитать при остановке. Да, упоминала, ага, упоминала я это, ну, хорошо, ничего, повторили. Смотрим, как оно выглядит, да, вот сура аль-ихляс у нас идет, смотрите, куфуэн ахад, да, мы говорили здесь, что это изгар, пишется вот эти черточки, указывает на изгар, потому что гамзи и так далее. То есть это при слитном чтении, мы там винт таким образом читаем. Но если я остановлюсь в этом примере, то я не буду читать куфу, а буду читать куфуа, то есть я эту алиф потяну, но потяну только, смотрите, если вы видите канвин и потом алиф, только при остановке. В слитном чтении она у нас вообще не читается. Куфуа, при остановке, так куфуан ахад, да, то есть такой мад читается только при остановке, читается только в два хараката и бывает только с тамбином, там даммы, кастры сюда никак не входит. И внимательно, что не всегда, там, например, если гамзи, ну там есть свои правила определенные, в этих сурах это не встречается, да, в последних, но в Коране может так встретиться, что алифа нету, да, то есть есть танвин и всё. И вы должны сами понять, что там при остановке нужно читать этот алиф, хотя его нет. Вот. Хорошо. Здесь понятно, сёстры, перед тем, как мы к другому перейдём. Пару вот прокомментировали, спрашиваю, сёстры видео сохранится, да, я говорила, уже видео сохраняется, иншалла, в фейсбуке сохраняется, в этом формате, как вы видите, в инстаграме 24 часа, и в ютубе вы можете посмотреть, потом записи, по ссылке пройти, иншалла. Так, ещё тут вопрос один, пока не потеряла, пока мы перейдём к следующему мадду. Сура альфа, тихо, шестое яд, первое слово, не смогла определить, какое это правило по букве нуль. Ну, это согласовкой же она, сестра. Мы говорили про нун сякина и тамвин, а тут вы видите, иль вина, это нун с фатхарой. То есть оно к этим правилам не относится. Это как бы излар, в общем, буквы мы её чётко читаем, но она не относится к правилу нун сякина и тамвин. То есть это другой, так сказать, излар. Вот. Здесь вроде ответила, и давайте идём дальше. Вопросов тоже нет. Не вижу я вопросов. Если кто-то ещё возникли у вас вопросы, пишите без нилля. Значит, мы с вами говорили про мад-паве и упомянули второй мад, это мад-айлад, который тянется только при остановке. Без нилля. Когда мы закончим те правила, которые запланировали, мы потом перейдём и каждый из сурисов, у нас останется время, ну, так сказать, прокомментируем согласно тому, что мы взяли. Возможно, в самих объяснениях ещё что-то новое добавится, поэтому это уже будет в конце, когда мы возьмём то, что я запланировала. Третий, да, мад – это мад-дусыля, сыля-сувра. У нас есть сыля-кубра и сыля-сувра. Мы… Они в основе практически одинаково, но чуть-чуть отличаются, здесь это даже упомянуло. Так. Тянется, то есть мад-сыля, тянется первое, это тянется только при продолжении, а при остановке читается буква Г. Буква Г. То есть мы увидим, я вам по примеру скажу. То есть этот мад, в отличие от предыдущего, который был только при остановке, этот наоборот. При остановке его нету. Мы при остановке читаем просто букву Г. Никакого мадда там не будет. А при продолжении как раз и там будет мад. Как раз там будет мад. Приходит после буквы Г. По рюэхамс, значит, после буквы Г. И на письме видим после этого Г маленькую ВАУ или маленькую Я. Помните, мы когда говорили про маленькие буквы? Говорили, что бывает ВАУ и Я маленькая. И чаще всего, если вы увидите ВАУ или Я, то они будут после ГА. Хотя и в других, ну, они бывают в случаях. Алиф там, она и в середине бывает часто. Ну, то есть она часто приходит. А вот ВАУ и Я меньше, но чаще всего, когда они приходят, это вот после, вот именно в этом правиле. Но не только. После этого буквы Га, значит, это определенный Га, да, там есть свои грамматические моменты, про них сейчас не говорим, потому что, как бы, рамки нашего курса в данном формате это не подразумевает. Потом, после этого Га идет ВАУ, Илья маленькая, и после нее должна быть какая-то буква. Да, то есть следующее слово должно начинаться с какой-то буквы. То есть вот эта буква Га, это последняя буква слове. После нее будет ВАУ, если это Га с Дамой, будет после нее ВАУ писаться. Если это Га с Кастрой, после нее будет писаться маленькая Я. И при слитном чтении мы будем читать два хараката, если следующее слово начинается с любой буквы, но не с Гамзы. Потому что, если она читается с Гамзы, то это будет уже малое, вернее, большое соединение, то есть там будет Сыля Кубра, там будет тянуться дольше. Во всех других случаях, только если там не Гамза, мы будем тянуть МАТ в два хараката только ОСЛАМ, то есть только при соединении, при продолжении, если мы не останавливаемся. Так, смотрим примеры. Опять же, Сурат Аль-Ихляс, возвращаемся к ней, у нас в этом аяте, Машаллах, много правил встречается. Смотрим, смотрите, у вас идет ЛЯ-ГУ, ЛЯ-ГУ, видим ГА, с Дамой, и после нее идет маленькая УАУ. То есть это вот как раз на это правило указывает. Если я остановлюсь, я скажу ЛЯ-ГУ, все, просто произносим. Но при продолжении, ЛЯ-ГУ, КУ-ФУ-ВА, да, здесь вот мы видим и МАТ АЮАТ встречался сегодня вот перед этим, и тут же МАТ СЫЛА, ЛЯ-ГУ, КУ-ФУ-ВА, то есть мы читаем его в два хараката, то есть как обычный МАТ, но только при присоединении, при остановке его нету, да, и поэтому это отличается от естественного МАТа. Хорошо? Сестра пишет, когда Танвин развернутый, его часто не произносим. Не понимаю, что вы имеете в виду развернутый? Может, вы имеете в виду, когда Оснан читает при присоединении? Нет, это мы как раз с вами последние три урока как раз эти правила и брали. Нун Сякина и Танвин. Пересмотрите предыдущие уроки, если вы не присутствовали, и вы, иншаллах, поймете, как она читается. Не часто мы не произносим, ну да, бывают и драмы, например, мы не произносим. Ихфа там утаиваем, ну там есть свои правила определенные. Да, поэтому раздвинутый, что вы имеете в виду, раздвинутый Танвин? Раздвинутый. Я не понимаю, что вы подразумеваете под словом раздвинутый Танвин. Опять же, про Танвин, ну вот, если объясните, может я это. Ну вот, на прошлом уроке, иншаллах, переслушайте запись, в частности, просто весь урок про Танвин мы говорили на прошлом уроке, вот, если что-то будет непонятно, то на следующем уроке завтра спросите, иншаллах, я отвечу на ваш вопрос, вот, если будет что-то не ясно. Хорошо, идем дальше. Ну, это идет у нас про МАД, про МАД, два хараката, значит, у нас три мы упомянули. Ну, сюда еще можно добавить, да, некоторые, добавляют МАДУЛЬБЭДАЛЬ, если только касательно ревая ХАВС, мы будем ограничиваться. Но здесь у нас это не приходит, поэтому это, в принципе, не будем это упоминать, то есть, этого пока достаточно, иншаллах. Вот. Иншаллах. Так, этого на сегодня будет достаточно или дальше продолжим, вот думаю, сестры, уже, в принципе, у нас урок достаточно долго. Я думаю, может, мы сегодня это закончим на этом. Вы дома проследите, в последних сурах посмотрите Танвины, даже, может, у вас МАД, не так будет часто встречаться, можете по Корану посмотреть. Да, и вот эти примеры отследите, да, где у вас есть такой Танвин Фатах, где у вас есть Сыля Сура, Маленькая Вау или Маленькая Я, это тоже у вас, ну, вот в последних сурах она встречается, некоторых вы, если хорошо посмотрите, обязательно там их найдете. Прямой эфир сейчас до Рамадана, иншаллах, каждый день стараюсь выходить, да, записи можете просмотреть, кто не просмотрел или кто не присутствовал по ссылке в шапке профиля. Уайя Куна. Разбор, артикль, слава, разбор, артикль. Ну, там есть свои нюансы, да, то есть там говорят, этот артикль спрашивают в слове Аллах, что это для зем, как сказать, для арифляземя. Ну, это как бы не важно пока на стену для нашей темы. Так, кто еще вопросы какие-то хотел задать, можете задать две минуты, если не будет вопросов, мы с вами завершим урок. Хотелось бы, да, чтобы вы это все на практике посмотрели, тренировались инжалла, потому что если просто послушать, да, здесь одно ухо залетело, другое вылетело, это как бы вам кажется, записать, то есть законспектировать, потому что часто кажется, что а я вот сейчас помню, да, тут все легко. Ну, если вы ну, не такие прям уж очень у вас память там феноменальная или очень вы на нее полагаетесь, ну, может, вам это не обязательно будет, но в других случаях всем рекомендую делать конспект, к нему вернуться, потому что сегодня одно, завтра другое, да, что-то забыли, а так посмотрели, конспекты уже есть основа. Вот. 22.00 по московскому, киевскому времени. Вот, иншалла, каждый день. Монфасы, насколько это... Ну, мы еще Монфасы не брали, иншалла, завтра возьмем. Ну, тянется или в четыре, или в пять. Ну, там разные тарифы. Ну, про это завтра скажем в начало, чтобы сейчас не запутать вас. Там есть нюансы по нему, и мы скажем пару слов о них. Хорошо, сестры. Баракаллаху фикунна, субханакаллаху мауфи хамди, ка шаду аля аля халянта, астахбиру ка табу алейку, ассаламу алейкум, оля хам pleく, оля ха лоху Priest boat venture ship, аici целейشак, аля хам мауи, оля хам де й аликакаллаху. Спасибо. Продолжение следует...